Будет и следующая стадия, они развиваются постепенно. Следующая стадия, вот после того, как поговорить, пообщаться, это стадия прощупывания возможностей более глубоких отношений. Это означает проверка боем часто, то есть близкий человек будет приходить и говорить, я хочу с тобой посоветоваться. Ну, когда вы уже не давите, то есть он хочет посоветоваться, но это не значит, что он хочет посоветоваться. Он хочет, чтобы вы приняли его идеи и желания. Надо принимать. То есть сначала идет принятие человека, потом дальше принятие идей и желаний. У мужчины идей и желаний, то есть мужчина будет приходить к женщине и говорить, я хочу посоветоваться, означает он хочет объяснить свою позицию в жизни. Знаете, женщина, что такое уважение к мужчине? По факту означает это уважение его позиции в жизни. Вот если женщина, допустим, слушает мужчину, и он говорит о своей позиции в жизни, и она вот так смотрит на него, кивает вот так очень глубоко, это не значит, что она согласна с этим всем. Ни одна женщина не согласится с позицией своего мужа в жизни. Вот. Но если она кивает, смотрит вот так, как бы когда он говорит о своей позиции, это значит, что она его очень глубоко уважает. Или поняла, как его очень глубоко уважать. Еще не уважает, но поняла, как это делать. Когда женщина, вот мужчина говорит о своей позиции в жизни, и она вот просто в аскезе находится, принимает его слова, не возражает, с целью, чтобы близкий человек почувствовал любовь, вот именно так мужчина и любит. Если он видит, что женщина очень сильно принимает его взгляды, глубоко относится к ним, он за ней как за каменной стеной. То есть он чувствует себя очень хорошо с такой женщиной. И бросить такую жену нереально, просто нереально. Понимаете? Теперь, когда женщина подходит к мужу и говорит, я хочу с тобой посоветоваться. Это тоже за испытание боя. Она вообще не хочет советоваться, она хочет показать свой внутренний мир, свои чувства, свои ощущения в жизни. И муж что должен сделать? Все ее чувства, ощущения и желания беспрекословно принять. Он должен, да, ага, согласен, согласен, все правильно. И тогда она становится такой счастливой. Она чувствует, что ее понимает, ее любит и уважает. Понимаете? Вот эта стадия уважения очень важна в принятии. То есть деликатное отношение означает дальше на какой-то стадии вы начнете друг друга прощупывать. И уважение означает, что я не лезу вот в эту жизнь человека близкого. Я не лезу в этого все. Я должен просто научиться им помогать жить. Потому что женщине нужно ощущение гармонии. И что ее понимают. Ей не надо объяснять, как она должна чувствовать, как она должна видеть мир. Потому что все равно это бесполезно. Женщина как видит и чувствует, так и будет видеть и чувствовать. Потому что это и есть ее счастье, ее жизнь женская. И она просто вот так видит и чувствует жизнь. У меня жена разок включила песню. И такая песня. Что-то так. Я говорю, очень печальная такая песня. Она говорит, какая печальная. Это очень счастливая песня. Ты что? Я так смотрю и говорю, точно, точно, точно. Очень счастливая песня. Я потому что увидел, что вот для нее вот это... Это и есть счастье. Но женское. А для мужчины это просто печаль. Я такой, вау. Думаю, да, да, это и есть счастье. И она потом все время дома гоняет это счастье. А я просто как бы даю ей возможность быть счастливым. Потому что это и есть ее вот жизнь. Она вот такая женская. Я, женщины, как бы, вы на меня не сердитесь, пожалуйста. Я вам даю знание просто. Как мужчина воспринимает женское счастье. И что ему надо сделать с собой для того, чтобы его полюбить? А? Понять хотя бы. Понять невозможно. Хотя бы просто согласиться. Согласиться хотя бы. Вот. То же самое мужчина там. И музыка там. Там что-нибудь. У нас теперь дома всегда будет играть. И ж надо очень хорошая музыка такая. А ей вообще вот это вот здесь, вот эта музыка. Вот. Ей нужна гармония, спокойствие. Вот. Понимаете? Ну, то есть, мы абсолютно разные. И как бы вот, чтобы прямо вот близкий человек тебя прямо понял. И прыгал прямо от счастья. От твоей музыки, которую ты любишь. Это просто нереально. Один человек подошел ко мне, говорит. Мы, говорит, женой хорошо живем, Олег Геннадьевич. Все как нормально. У нас все налаживается. Но я в какой-то момент заметил. Что у меня с ней нет общих интересов. Поднимите руку того, от кого наладилось, и вы заметили, что у вас нет общих интересов. Вы поняли, какая разница между мужчиной и женщиной. У женщины своя жизнь и будет своей всегда. А у мужчины своя и будет своей. И пересечение между ними, это только деликатность, которая называется любовью. И именно она, вот эта деликатность, она и дает все вот это счастье совместной жизни. Понимаете? Вот там, на грани вот на этой, находится счастье. Я не трогаю, как бы, не пытаюсь поменять. У нее там своя жизнь, свои понимают, свои интересы. У него своя жизнь, свои интересы. Я просто согласен со всем. Пускай этот человек рядом со мной живет, вот такой. Пускай у него будет своя жизнь. Пускай он меня вообще не понимает. Но зато он пытается. Или я пытаюсь. И это называется любовь. Понимаете? И тогда будет ближе, глубже отношение. Постичь мужчине женскую природу просто невозможно. Постигать можно. То есть, если хочешь постигать мужчина, если хотите постигать, откажитесь от своего наслаждения своей женой. Откажитесь. И просто постигайте. Пытайтесь понять чистоту женской природы, ее глубину, ее нежность, ее гармоничность с этим миром. Пытайтесь все это понять. Тогда вам счастливее жить будет намного. Потому что вы тогда будете поклоняться божественной природе женской. Потому что жена, она вот сама просто душа. Но так как она хочет любить этот мир и в гармонии с ним жить, в нее вошла божественная энергия. Понимаете? Божественная энергия – это энергия Бога. То есть, у Бога есть две половины. Есть мужская и женская. И женская половина – это энергия любви, энергия нежности, гармонии, счастья. Она имеет бесконечную глубину. И она вошла в вашу жену. Вот человек, который вы считаете своей женой. И если вы эту энергию божественную в жене начнете постигать, это называется поклонение Богу или служение Богу. Если вы служите Богу в женской ипостаси, понимаете? Есть разница служить Богу в женской ипостаси и эксплуатировать энергию Бога в женской ипостаси. Это две противоположные вещи. Служить – это означает позволить ей рядом с собой жить, чтобы она раскрывалась, была счастливой. И тогда в этом случае она вас одарит любовью и счастьем на полную катушку. Женская энергия Бога, не жена. Потому что жена тоже этой энергией пользуется. Это она не обладатель. И если женщина начнет позволить мужчине быть мужественным, побеждать, способным иметь свое мнение, свое право отстаивать, свои глупые идеи, которые будут по башке ему давать, и так далее. То есть дать возможность ему быть мужчиной и вот позволить ему вот это вот все, то тогда в этом случае она начинает поклоняться мужской ипостаси божественной. И в результате получит и защиту, и знание, и мудрость, и спокойствие в жизни. Все, что она от мужа хочет, она все это получит благодаря вот такому принятию, что мужская природа божественная есть. Ее надо очень-очень деликатно не относиться и очень уважать. Мы даже не понимаем, что божественная мужская природа. Божественная мужская природа – это стремление к победе, желание иметь свое мнение, иметь твердость духа, признание. То есть мужчине нужно признание, чтобы его признали, что он имеет право на мнение, на мудрость, на знание, на свою как бы ответственность во всей ситуации. Право надо дать мужчине. Если женщина дает ему это право, она поклоняется мужской ипостаси божественной. Но также мужчина нуждается еще и в том, чего он сам не знает. Он нуждается в вашем честном слове, что он пошел не туда. Вот в вашем отстранении, если он обнаглел. Он нуждается также в вашей женской силе, если он совсем не туда его понесло. Понимаете, нужна женская сила в виде того, чтобы его опозорить, просто всем родственникам рассказать, и они все скажут свое мнение о его поступке. И это называется опозорить. И это тоже надо делать, иначе он не сможет остановиться. И так далее. Видите, то есть, третий как бы шаг, это уже мы начинаем уважать друг друга. То есть мы, я деликатно в свой поведении позволяю меня увидеть близкому человеку. Потом он пытается со мной поговорить, уже поближе. Дальше он меня испытывает, мне рассказывает свои глубокие какие-то вещи, которые он очень ценит. Я уже сказал, что женщина ценит, что мужчина. И в этот момент надо не объяснять свое, делать умный вид, а просто согласиться, принять вот эти глубокие вещи близкого человека. на этой стадии начнется любовь. То есть появится чувство, что я хочу жить с этим человеком, что мы не зря вместе, что есть смысл быть вместе, есть счастье какое-то. Потом оно будет углубляться, но оно будет не вот этот горячий вкус иметь, такой вау, там, на-на-на-на-на-на-на, вкус чистоты, глубины, верности, вот такой вот, вкус светлый очень. Интересно знать, что если люди достигают этого светлого вкуса в отношениях друг с другом, ну, как бы, ну, примерно так. Ну, может быть, еще даже глубже, но именно в эту сторону, в эту сторону. А потом я еще глубже вам покажу. Но я улыбался тебе, но я улыбался тебя. Бывает, что мы все как туши, бывает, что верность нас мучит, но должен один из твоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. А вот теперь смотрите, вот этот контакт, то, что я вам говорил, контакт. Это вот я улыбаюсь тебе, то есть я принял тебя, деликатность пошла, а вот он контакт. Смотрите. Взгляни на меня, мол, ты взгляда, ты здесь, ты пока неща, я, но ты далеко уже, я улыбаюсь тебе, я улыбаюсь тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok